привет сегодня разберем варианты как можно разложить буковки либо любые криволинейные детали на материале так чтобы это было оптимально проще говоря оптимизации раскрою займемся вот у меня стоит задача разложить три почти одинаковых надписи с разной длиной тут 2300 до 200 и 208 грубо говоря мягко выражаясь без разницы в какой программе у вас будет векторный файл я пользуюсь королом и и скоро я экспортирую файл программу арткам пользуюсь и для этого форматом dxf выбираем формат dxf AutoCAD на расчет удаляясь папочка экспортируем открываем программу арткам создаем новую модель и задаем размеры листа того в котором вам надо резать детали размер материала у меня станок для которого я готовлю этот раскрой имеет рабочий поле размером 900 на 600 миллиметров указываем так высота ширина давайте мне для удобства будет удобно если 600 будет ширина и в виде 600 высота и 900 ширина более удобно тут зависимости от того как вам удобно можете расположить лист окей прогрузился наш листик и мы импортируем вектор который мы экспортировали из коралла переходим в вектора импорт и выбираем наш файл который мы экспортировали открыть здесь можно указать ну чтобы файл проверил проверку пересечения сам пересечения и автоматически соединил вектора в принципе как бы но не особо нужно но как хотите центр в модели это если у вас модель которая вы импортируете меньше размеров листа там в общем я ничего здесь не трогаю нажимаем ok вот у нас импортировали все наши буковки единственный минус этого метода в том что все буквы которые имеют внутренние какие-то отверстия их надо объединить объединить надо вот эту группировкой здесь есть горячие клавиши control g то есть можно каждый раз нажимать на эту кнопочку выделяем нужную буковку нажимаем кнопочку либо воспользоваться просто левой рукой и чуть побыстрее со всем этим покончить выделяем все это в общем то не особо много времени занимает если у вас конечно не сплошные там какие-то буквы возникает вопрос а может быть можно при экспорте в файле в корр или допустим объединить это все изгруппировать я пробовал ничем получается все равно он импортирует отдельными векторами и получается что здесь в любом случае как бы там не было объединено все равно каждая вот эту каждый вектор внутренне и внешне он будет отдельно можно так то выделить посмотреть я ярким розовым цветом чтобы не было выделено таких букв которые нам нужны все все объединено и теперь вот эти все буквы которые нам надо разложить выделено нажимаем вот эту кнопочку нестинг компоновка выбранных векторов зазор здесь в зависимости от того каким станком каким инструментом вы будете пользоваться можно выставить зазор между деталями которые получатся в раскладке если вы пользуетесь лазером то в принципе вам достаточно 1-2 миллиметра я делаю чуть больше потому что это будет резаться у меня и из тоненького пластика на лазере и возможно небольшая деформация поэтому я отступаю чуть больше 4 миллиметра отступ по краю если у вас на станке есть какие-либо допустим вы готовите материал для резки на фрезере и у вас по бокам либо там с каких-то сторон есть струбцины вы знаете что у вас там струбцину надо на зажим там 10 миллиметров с каждой стороны то есть можете поставить по краю 10 миллиметров и он создаст контур по всему периметру 10 миллиметров для того чтобы закрепить струбцину если у вас там шпиндель не касается других каких-то крепежных частей можно больше сделать можно меньше можно вообще не делать никакого отступа если вот допустим в случае с лазером можно не делать отступ но я всегда делаю отступ потому что объясняю когда раскладываются вот эти детали я на лазере режу не вардками экспортирую этот файл обратно вардкам и перекидываю уже в программу для резки на лазере да может быть слишком замудрена но мне так проще мне так привычные и когда я импортирую этот файл готовы уже разложены корал то у него пропадают некоторые векторы которые касаются границ и вот если сделать отступ по краю то эти векторы уже не пропадают и никаких косяков нет то есть 0 здесь я бы не рекомендовал оставлять либо можно сделать размер листа чуть больше и сделать отступ так чтобы размер стал нормальным либо уже ну как бы не очень там прям вот запариваться насчет материала и сделать что-то там 2-5 миллиметров в зависимости от того как вы хотите сделать вращение объекта следующий пункт каждую буквку можно каждый объект можно поворачивать для того чтобы удобнее его компьютер мог разложить в зависимости от того насколько маленький градус вы дадите от этого будет зависеть плотность то есть чем меньше градус тем более плотного сможет все это разложить но это и займет гораздо больше времени потому что на компьютер будет просчитывать гораздо больше варианта я задаю в основном угол там 10-20 градусов этого бывает вполне достаточно зеркальное отображение зеркальное отражение объектов это допустим не принципиально если вы режете из двухстороннего материала у меня материал односторонний то есть с одной стороны будет зеркало с другой стороны будет черная подложка поэтому мне поворачивать зеркально нельзя буквы иначе они вырежут просто заду наперед если у вас материал двусторонний допустим фанеры либо там какой-то оргстекло все что хотите все остальное двухсторонний где с двух сторон одно и то же вы можете нажать зеркальное отражение объектов и соответственно компьютер тоже подберет более удобный вариант для разложения данных деталей здесь мы сейчас это не будем включать размещать объекты в объектах ну да почему нет то есть если будет допустим вот в этот треугольник в букве а влазить какая-то буква он ее там расположит если там в букву будет лезть вот этот круглешочек он его там может расположить тоже тут но можно нажать как бы не важно и получится получится не получится не получится ничего страшного гильотинные резы честно говоря не разбирался ну как бы мне не гильотин у меня фрезер лазер это не думал об этом начать откуда нижний левый край это если вы допустим у вас у станка есть где-то 0 и откуда вы привыкли стартовать у меня допустим на фрезер нижний левый угол на лазере верхний правый и соответственно он начнет компоновку именно из того угла который вы укажете и направление то есть если вам принципиально чтобы он разложил по иксу то он будет раскладывать по иксу и будет оставлять длинную часть вот как у меня в данном случае либо можно выбрать направление по игреку и тогда он будет раскладывать вот так вот то есть по короткой части и и оставлять короткую но может быть более широкую но если там мало деталей вот в общем я раскладываю по иксу мне не особо принципиально используют модель как границу да то есть вот эту вот наша модель листа это будет границей группировать внутри и снаружи объектов раскрою не ставлю галочку никогда не парюсь остающиеся материалы сохранить библиотеку тоже не запариваюсь с остатками материала сгруппировать вектора эта галочка означает что все векторы которые будут разложены они будут тоже сгруппированы по листам и все детали то есть на 30 это у меня последний раз я просто раскладывал одну и ту же деталь я нам был повторить 30 раз если вам нужно все то что у вас импортирована по одной детали вы просто убираете галочку и все либо можете повторить и там два раза допустим если вам все то что нужно здесь повторить два раза умножается здесь да сейчас просто убираем галочку максимальное количество листов понятно тут ну то есть сколько листов можно максимально разложить компьютеру номер 999 всегда стоит как бы но разложил в 3 листа в 3 листа в 5 листов 5 листов а там какое максимальное количество это без разницы все нажимает компоновать и он начинает думать 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 он начнет просто как мы выделим векторы вот эти векторы мы выделили их надо скомпоновать по заданным характеристикам от внизу вот здесь видно прогресс анализ элементов сколько он будет идти но в зависимости от того какой угол вы указали в зависимости от того сколько разных элементов то есть чем больше одинаковых элементов тем быстрее будет идти анализ чем больше всяких разных различных то есть все буквы разные все буквы разного размера все буквы разной длины тем соответственно этот анализ будет идти дольше но в принципе в принципе как бы но вот мы сейчас работаем у меня компьютер оснащенный интелом край файф очень древний уже на самом деле то есть это компьютеру наверно лет шесть раз двадцатый год я купил где-то 2014 или даже наверное раньше да в общем достаточно древний компьютер в принципе тянет работает в нем не соврать 8 гигов оперативки и честно говоря не знаю что больше занимает процессор но графический 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 как это видеокарта занята двумя программами одна из которых это вайбер и 2 вот как раз арткам вот они еще и видеокарту нагружают ну то есть если у вас нормальный видеокарт соответственно быстрее будет то есть видеокарты принимает участие в просчете вот этих вот векторов ну вот в общем приближаемся уже к финишу скоро все дело закончится мы начали время было 19 минут сейчас 21 то есть две минуты у нас прошло да может быть конечно чуть-чуть скучно можете немножко перемотать вперед я обрезать это все не буду но как бы чтобы в реальном времени можно было понять насколько все это за не занимает сколько времени ну . не вот и вечность как в компьютерных этих видеоредакторах когда ой рендерится поставил рендерить и ушел там два часа куда-нибудь гулять все достаточно быстро я тут попиваю чайок еще если тоже пьете чай можете налить себе вот осталось ну вот уже три минут прошло сейчас он нам покажет наши листы сразу разложит по листам и вот здесь векторных слоях мы сможем увидеть наши листы и сможем их экспортировать для дальнейшей работы если вы работаете на фрезере их конечно можно здесь сразу поставить прорезать и отправить из чего вы там режете я не знаю у меня фрезер работает на пульте и соответственно мне он постоянно экспортировать отсюда из арткам файлы на флешку и на флешке уже иду в цех где стоит фрезеров такая в пульт и с пульта режется все файлы в принципе ну как бы достаточно удобные не никогда не пробовал вот работать в маг 3 или матч 3 ни разу не сталкивался в общем и пользуюсь двумя программами в основном для всех работает коралл подготовка векторных файлов и арткам именно для подготовки уже уп сейчас идет компонов компоновка элементов то есть достаточно такие объемные надписи которые визуально там умещались листов на 6 сейчас посмотрим сколько листов у нас получится осталось совсем немного совсем чуть-чуть последний путь он трудный самый в россию домой хочу я так давно не видел маму тарарара ну вот да тяжеленькая задача оказалась вот в итоге все наши огромные надпись уместились в три листа векторные слои хорошее меню находится по моему здесь в окнах ну в общем не важно если вы работаете в артками наверно сможете найти себя где открыть это меню так давайте все таки сейчас еще посмотрим векторы векторы вектора векторные слои векторные слои векторные слои привязка или накид на самом деле тут тоже недавно переустанавливал замучился искать ну потому что достаточно удобное такое меню строка состояние виды с закладками скорее всего вот это что льда нет нет ни то виды с закладками нам не надо растровый строй панель заголовки панели инструментов истыкуем окна в меню окно вот здесь включаете векторные слои вот и появляются здесь они и можем рассмотреть каждый лист в отдельности то есть вот лист номер один в нем разложены все буквы и если его выделить он будет весь объединен потому что здесь стоит галочка сгруппировать вектор можем их закрыть нажать вектор экспорт и называем его допустим там мэри один мэри один сохранить выбираем второй лист загружается вторая компоновка естественно они не одинаковы потому что у нас все буквы разная вектор экспорт мэри 2 экспортируем формат и ps потому что опять же обратный импорт в корал векторном формате тоже должен быть и я не делал в dxf потому что но супер сам по тому проще как-то взаимодействует арткам наоборот то есть в арткам вставить проще будет dxf и на третьем листе у нас совершенно немного места занято хотя казалось да что будет там огромное количество назовем его мэри 3 так и допустим если вы пользуетесь арткамом для резки здесь да зазор конечно маленький но в принципе вы точно также можете выбрать инструмент допустим у вас там миллиметровая фреза выбираем инструмент 1 миллиметр диаметром выбираем встречный ли попутный рез вычисляем все пожалуйста все готов к резке и отправляем сохраняем и готов уже файл у нас для резки на фрезере то есть ногами недолго и либо если вы допустим готовите файл для того чтобы вам на заказ где-то вырезали если у вас нет своей мастерской вы просто раскладываете чтобы вам на заказ сделать вы так сможете сэкономить время тех людей которые раскладывают там допустим я иногда тоже какие-то крупноформатные вещи заказываю как это на аутсорсе ну то есть нашел мастерскую у которых большой большой фрезер и у меня маленький фрезер он не справляется с такими деталями я им сразу раскладываю отправляю и за счет того что просто я им прислал уже готовый файл и мне надо над ним там долго колдовать они мне режут буквально там за один день все очень удобно все наши файл подготовлены но для того чтобы опять же отправить выделили импортировать импортируем кривые инкапсулированный файл так и вот то о чем я рассказывал обрезка то есть здесь у меня пропали некоторые векторы вот здесь вот по верхней части для того чтобы понять что там пропал только чуть-чуть вектор вот так приложим буквку и увидим что именно вот прямой вектор пропал то есть она не обрезан не обрезана очень сильно вот да это вот такой есть небольшой глюк нюанс но поэтому я ставлю чуть побольше по этому обрезку так чтобы нам поправить это дело вектора здесь импортируется сгруппированная соответственно отменяем группировку и просто доводим до ума соединяем вектор недостающего обычными прямыми линиями потому что они по криви не по кривой линейный отсекаются да и вектор соответственно импортируются сюда уже если вы режете сразу не из арт-кама они импортируются все разбитые на какие-то части сейчас я покажу так или у нас там все ок но вроде бы уж нет никаких недочетов выделяем и просматриваем вот еще один так вот бывает да на самом деле если сделать чуть больше зазор может быть там и как-то все это получше будет рассказывается формат 880 97 а а ну-ка 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 а мы может быть в нестинге я что-то убрал зазор отступ по краю есть но есть короче есть такая вот фигня почему а почему он не отступил по краю сколько я сказал 5 миллиметров сурсина да реально какой-то чё-то глючок что ли хотя нет здесь вот визуально как будто был отступ был отступ тут на самом деле тут вот они все на месте эти векторы то есть они у меня только через и ps так криво импортируются в коралл обратно если их оставить там же вардками то там все все нормально абсолютно вот соответственно здесь пропавший и ну да про векторы они бывают разрознены на несколько частей но здесь здесь все ок да то есть это цельный вектор просто такие как будто разорно нет все нормально ну то есть все три огромные надписи у нас такие вот были и без всяких усилий практически ну там подождав 4 минуты мы их превратили в два с маленьких листочка 60 на 90 в общем все если пользуетесь фрезером опять же но просто ставить опять не забываем кнопочки на стенку можете поставить диаметр инструмента но опять же это не обязательно для когда отправляю на резку допустим 3 миллиметровый фрезой там достаточно 10 миллиметров зазор между деталями можете перестраховаться сделать 12 миллиметров зазор между деталями и все он вам скомпонует то есть там и зазор будет между деталями 12 миллиметров с одной стороны 3 миллиметра фреза проехал с другой стороны 3 проехала минимум 6 миллиметров у вас будет мостик между деталями и все будет круто в общем все ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал и если интересно будет смотреть такие же видео про арткам можете задавать вопросы в комментариях писать что интересно что о чем рассказать что показать как я делаю но в программе опять же по поводу подготовки букв и слов и можете поставить колокольчик нажать об уведомление о новых видео и тогда когда у меня выйдет какое-то новое видео на канале вам придет письмо на почту и вам скажут там у петра жуканина вышел новый видос идите смотрите в общем все пишите обязательно в комментариях что вам еще интересно смотрите другие видео подписывайтесь на канал не забывайте все всем пока